Привет, друзья! С вами Ольга Саракина, и в этом видео я хочу сделать такую короткую версию моего урока из 2015 года по построению теней от домика. Тот урок был, возможно, слишком длинным, так что вот короткая версия. Но желательно в верхней части вашего листа А4 проведите параллельную краю листа линию. Это будет наша линия горизонта, уровень глаз, линия глаз, и наметим таким овалом объем нашего будущего такого домика. На его примере мы как раз и разберем, как строить тени. И домик у нас в угловой перспективе, как вы помните из прошлых моих уроков. Угловая перспектива, ее еще называют перспектива в две точки схода. То есть на линии горизонта у нас есть некие две точки схода, в которые уходят все линии предмета. Ну, за исключением, конечно, вертикальных. И вот будет у нас такая крыша. Тоже летит она во вторую точку схода справа. Покажем небольшой наклон к рубле. Да, то есть очень простая форма, но на ней очень понятно, будет все показано и разобрано, как построить грамотно тени. Давайте я его обведу, чтобы лучше было видно вам по видео. Падающие тени бывают двух принципиально разных видов. Линеарные и радиальные. Радиальные это как если бы от лампочки какой-то накаливания электрической шли в разные стороны. Лучики света, да? И от солнца вот такой дневной источник освещения, который мы и берем. Вот тут у нас солнышко. И вот она красная засечка на линии горизонта. Это та точка, из которой у нас будут влетать все линии для построения теней. И вот, собственно, я это начинаю делать. Вот они линии, которые сформируют нам тень. Покажем их в карандаше. И затем цветными карандашами я покажу более отчетливо ребра домика. Ну, для начала помечу малиновым маркером опять эти точечки, через которые я провела линии. И вот для перелома формы, для ребра на первом плане желтый маркер, для самого левого ребра оранжевый маркер. И смотрите, что я сейчас делаю. Я провожу виртуальные лучи света. То есть мы работаем с освещением от источника солнца. И считается, что от солнца все лучи идут параллельно. То есть вот я рисую две линии, они параллельны друг другу. И также самое правое ребро, через него тоже провожу еще одну линию. И вы видите, что эти линии пересекли наши линии из точки схода для теней. И давайте еще покажем крышу домика. Для этого нам нужно для начала провести вертикаль. Посмотреть, где эта линия пересечется с основанием дома. И затем через это пересечение ввести линию в точку А. И точно так же через верхушку домика мы проводим еще один параллельный луч света. У нас такой поток света идет под углом, любым углом, который вы хотите сделать. И вот она тоже пересекла эта линия в некой точке, линию, которая шла в А. И смотрите, я не зря использую цветные карандаши, потому что рыжая линия пересеклась. С рыжей линией в рыжей точке, с желтой линией потока света в желтой точке. И коричневая линия в коричневой точке. Вот это ребро правое такого цвета сепия. И вот эта линия в точку А, которая шла, и линия потока света. Вот они пересекаются. Все, что нам нужно сейчас сделать, это обвести, соединить все наши четыре точечки. И у вас получится контур тени. Вот так вот это просто. Ну и далее я заливаю эту тень фиолетовым моим маркером в копик чао. И вуаля, пожалуйста, вот она тени построена. Но, как видите, ничего сложного в этом не было. Желательно, кстати, чтобы вы сейчас тоже повторяли все это за мной. Также у нас собственная тень от предмета. У нас и падающая тень, и вот она собственная. Покажем ее просто штриховкой. И также, поскольку свет у нас сверху, то крыша самая светлая. А вот эта плоскость, она у нас в полутени, в полусвету. То есть она светлее, чем собственная тень, но чуть темнее, чем свет. Спасибо вам большое за просмотр этого ролика. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Я постчу здесь новое видео раз в неделю. И поделитесь, пожалуйста, этим уроком со своими друзьями.